Всем привет! Итак, сегодня будет еще один маленький апдейт для моего Proxxono MF70. Я использую Brushless Motor Outrunner, но у него есть некоторая проблема, он достаточно шумный. Вот, например, если включить станок, на некоторых оборотах он издает пронзительный вой. Но при этом эти обороты хотелось бы иметь, и иногда они крайне нужны. Я хочу попробовать заменить этот мотор на InRunner. Вот мне пришел новый моторчик в форм-факторе 3674 на 860 кВт. Станок у меня достаточно низкооборотистый, и с этим мотором он будет выдавать до 3500 оборотов, примерно на 12 вольтах. Вот текущий мотор, который я использую, 4250 на 500 кВт. Итак, проверка показала, что мотор становится в станке на отлично, но от моей переходной пластины нужна будет некоторая доработка. У меня здесь есть вот этот выступ, так как предыдущий мотор был более коротким, все было хорошо. А с этим нужно этот выступ убрать. Сейчас я его уберу, и все станет на свои места. И так обдираем пластину. Необходимая доработка пластины готова. Ну а теперь мотор должен стать идеально. Старый мотор у меня был припаян напрямую к регулятору. Хотя у него и были контакты, но я решил, что так будет более надежно. Ну и в целом так более надежно. На этом моторе 4-х миллиметровые контакты. Ну и на регуляторе у меня, собственно, достаточно короткие провода, которых, скорее всего, не хватит. Не скорее всего, а их не хватит, я уже замерял. Поэтому я напаяю эти разъемы. И мотор будет вверен на разъемах. Разъемы готовы. Теперь термоусадка. И все будет хорошо. Новый мотор на месте. Какая-то такая у меня получилась конструкция. Все провода проходят. Ставим на станок. Вот сюда. И вот станок собран. Осталось всего лишь нам все включить и попробовать. Итак, все собрано и готов к первому тесту. Проверим на кусочки алюминия и кусочки стали. Поехали. Шум остановки остается значительно меньше на всех диапазонах оборотов. Алюминий съем примерно 2 миллиметра. Главное подобрать правильные обороты. И все получается хорошо, быстро и тихо. Сталь. Среза тоже 6 миллиметров. Съем тоже около 2 миллиметров. Так же идет достаточно легко. И мощности станку явно хватает. Вот такие срезы у меня получаются. Для домашних условий этого более чем достаточно. Особенно учитывая, что стоимость этого станка примерно 200 евро. Так же размеры станка для домашних условий самое оно. Всем спасибо за внимание. Если кому-то будет интересно, оставляйте комментарии. Я сделаю обзор всех доработок на этом станке. Спасибо. 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 Спасибо.